Всем привет! Сегодня хотела бы вам показать свои покупки, которые я совершила за данный месяц. Покупки были как и для себя, так и для того, чтобы обучаться наконец-таки визажу, чего я очень-очень долго ждала. В принципе, давайте начнем с первого продукта, который, скажем так, не то что произвел фурор, но в инстаграме меня о нем спрашивали. Это продукт от L'Etoile, называется, даже написано, меня зовут Блендер, спонж для растушевки. Выглядит он вот таким вот образом, яичко, похожее на Beauty Blender. И дело в том, что этим продуктом я недовольна полностью, он меня разочаровал. Хоть я и не пользуюсь тональными основами, ничем не выравниваю свое лицо, но когда я начала попытаться что-то наносить на свое лицо, этот продукт оказался для меня самый страшный, самый сложный. У меня есть три кисти для тональной основы, и они наносили все по сравнению с этой вещью идеально. Он никак не наносит ничего ни сухим, ни влажным, ни мокрым, ни чуть мокрым. В общем, что ты с ним не делай, он тебе не несет ни на один нормально тональный крем. У меня есть три тональных крема, и эта вещь ничего не делала. Она просто вот так, знаете, что ты вообще делаешь? Я буду пытаться его приноровить для вбивания, может быть, консилера, каких-то продуктов, чтобы поплотнее смотрелся тонлица. Но пока что этот продукт я не поняла, я его не советую. Лучше купите за 400 рублей какую-нибудь кисточку для тональной основы, которая вам понравится, и пользуйтесь ей, если у вас не хватает денег, не знаю, на какие-то дорогие покупки кистей. Ну, потому что вот это вот экономит деньги на какое-то сраное яичко, которое бьюти-блендер, но не вижу смысла. Мне не понравилось, пишите свои отзывы, кто пробовал, может быть, я чего-то не поняла и не допоняла, как пользоваться данной вещью. Следующие покупки, это были покупки кистей. И первое, что я хотела бы показать, это те вещи, на которые потратила огромное количество денег, и я даже озвучу эту сумму, 6 тысяч, и это еще с учетом скидки 15%. Это три кисти Бобби Браун. Три кисти, 6 тысяч, 15% скидка. Что? В общем, обогротилась как только могла. Проблема в том, что когда я покупала эти кисти, нигде не стояло ценников. То есть ты понимаешь, что это будет стоить дорого, но сколько ты не знаешь. И когда я на кассе, господи, стояла и увидела, сколько это стоит, мне просто хотелось перекреститься и сказать, о боже мой, что? Как? Я не знаю, хотя я понимаю, конечно, что это профкисти, плюс ты платишь за марку, плюс вообще там разрекомендованные и все остальное. Но когда я приехала домой, я сидела долго думала, зачем я их купила. И в принципе, хочу рассказать вам про эти кисти. Первая кисть, которая мне понравилась меньше всего, это кисть iSweep для растушевки. Для меня лично она будет как для растушевки. Она намного хуже, чем кисти, например, от MAC 224 или MAC 287. Эти мне кисти нравятся больше. Это Dual Fibrot. Так вообще я ее обожаю, потому что она все мягко растушевывает, делает ровные и плавные переходы. Эта кисть, конечно, чуть-чуть побольше своих соперниц, скажем так. Но она мне пока что не понравилась и особо в работе не пригодилась для своего лица. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим, когда у меня уйдут MAC'овские и Гошевские кисти для обучения. И когда останутся только кисти вот эти, которые я купила, тогда, может быть, начну уже полноценно пользоваться. Следующая кисть, которая была куплена, это кисть Eyesmooch. Кисть бочонок, опять же, для глаз. Не знаю, у меня есть кисть бочоночек от MAC. И я не понимаю, буду ли я ей пользоваться. У меня кисть бочонок от MAC с козочкой. Это чудо, господи. Оно чуть-чуть больше, чем эта кисть от MAC. Но я не знаю, не могу я привыкнуть к другим продуктам, когда ты пользуешься уже год одними и теми же кистями, и которые тебя устраивают просто полностью. И ты, блин, работаешь почти каждый день, ими наносишь в складку века какие-то тени, затемняешь, делаешь уголок, то вот этим продуктам уже просто не то, что не хочется работать, думаешь, как ты будешь им работать. Поэтому пока что эта кисть тоже не поняла. Но, конечно же, буду использовать. И если бы меня спросили, покупать ее или нет, если есть возможность, я сказала бы да, потому что свою работу она пополняет на 5 с плюсом. Просто для меня она пока что не так важна, как, например, кисть для MAC, потому что я к ней привыкла. А вот последняя кисть, это просто для меня фурор. Я, вы не обращайте внимания, что смотрю вниз постоянно, я ищу кисти, которые надо показать тоже вместе с ней. Это кисть от Bobby Brown Concealer Blending. Это просто прекрасная вещь. Господи, я не знаю, как я без нее вообще, ну не то, что жила, как я вообще делала без нее макияж. Кисть просто прекрасная. Если сравнить с другими кистями для консилера, это колоссальная разница. И эта кисть просто мега-бомба, мега-классная. Ей удобно наносить что-то под глаза и прятать свои крышечки. Мне нравится она тем, что я не наношу тональную основу, беру консилер, наношу ее на кисть и начинаю просто бить по какому-то месту, где у меня недостатки. И недостаток пропадает, и не видно, что вы его пытались скрыть хоть чем-то. Не надо не припудривать, не надо ничего, тонны слоев чего-то наносить. Просто это кисть, капелька какого-нибудь корректирующего средства. И все, у вас нету ничего на лице. Вы просто перфект, шайлайт, бракодаймон и так далее. То есть вы выглядите просто, ну не то, что прекрасно. Если у вас лицо перекошено, конечно, извините, от мучений каких-нибудь в спортзале, вам эта кисть не поможет. Просто будете без прыщечков. Но все-таки она очень крутая, и мне она очень нравится. И мне сейчас не нравится то, что у меня волосы не лежат вообще никак. В общем, кисть эту советую, и она, не знаю, одна из моих лучших кистей и нужных. Потому что даже если я не делала ничего с глазами, но если у меня есть прыщик, все, значит, забиваем его полностью, чтобы прыщика не было. Ну что это такое, знаете ли? Поэтому кисть необходимая, важная, нужная, и мне она очень нравится. И последняя кисть, которую я обожаю всем душой и сердцем, это кисть от Make Up For Ever, номер 228. Всем кисточка также для глаз. У меня есть похожие кисти от многих марок, но эта кисть просто совершенство. Я ее наношу как сухие текстуры, так и влажные текстуры. Больше всего она мне нравится для теней Color Tattoo, как бы странно это ни звучало. Я наношу полностью на неподвижные, подвижное веко, если мне надо, эти тени. И это просто чудо. Она все хорошо набирает, вбивает, прекрасно работает. Может быть, это просто из-за того, что у меня идет какая-то ассоциация «Господи, это же Make Up For Ever». Я сейчас буду просто ведущим мейкап-артистом. Но не знаю, в общем, мне очень нравится эта кисть. Я ее советую. И стоит она на 50% меньше, чем кисти от Глоби Браун. И мне также нравится, что на конце у нее вот такой вот скошенный... Хостик, хотел сказать, скошенный низ. И поэтому можно набирать какой-то продукт, например, из палетки. Если у вас жидкая текстура, вы набираете ее, переносите на руку. И потом уже набираете и переносите себе. На глаза, конечно, не буду, но если я буду с кем-то работать с этой кистью, то, конечно, так и буду делать, чтобы лишний раз не заносить никаких бактерий и лишний раз не пользоваться дезинфикаторами для косметики. Следующая покупка самая странная была для меня. Это Духи Герлен для Home Ideal. Дело в том, что... Предыстория. Летом... Ага, летом. Ну, в лете, можно сказать, в Египте, когда я была, все мужчины пользовались парфюмами. И от них от всех так пахло вкусно. И ты, когда стоишь вся мокрая, вонючая... Ну, не вонючая, конечно. После каких-нибудь бассейнов, фигеевных, стоишь там с мужчиной, говорим, тоже плавала, а от него пахнет парфюм. Ты такая... Что? Как ты это делаешь? И я всегда вечером душилась разными парфюмами. И в один вечер взяла пробник парфюма Герлен для Home Ideal. И тут у меня началась любовь. У меня было всего два пробника таких. Я использовала его три дня. И поняла, что этот парфюм мой. Приехав, я решила сразу же его купить, чтобы он мне напоминал лето. На какие-то моменты мотивировал. И что вы думаете? Стала его искать. И не нашла. Потом, найдя все эти пробнички свои, я поняла, что это мужской аромат. А я искала в женский. Ну, я же умная, я ни у кого не спрашивала. Очень долго за ним гонялась, но теперь он мой. Мужской аромат это просто нечто. Он раскрывается на мне просто непонятно. Если вот так нюхать, то чисто мужской ядерный парфюм, который никогда нельзя представить на девушке. Ладно на женщине, но на девушке. Ну, не представите. Но когда я переношу его себе на тело, я ощущаю просто древесные, прекрасные ароматы, которые потом открываются в остренькие такие... В общем, сложно описывать мне для меня парфюмы. Но дело в том, что мне кажется, что я какой-то перчинкой пахну. То есть, вот такие вот вроде нереальные, но мне пахнет, что я пахну перчинкой. Нету никаких ни розочек, ни цветочечек, ни ягодок, ничего. Мне кажется, что присутствуют нотки аплесина. Дерево у них там точно основной. Как бы нота основная. В общем, дерево, перец, аплесин. Вот мне кажется так. Я сюда сбоку напишу, что на самом деле входит, но надеюсь, я не ошиблась. Аромат мне очень нравится. Купила пока небольшую версию, потому что у меня коллекция ароматов сверху лежит большая. И этим пользуюсь каждый день. И пока своим ароматом и ланкомовским, и стиллаудер, и сент-лоран, ни к кому не возвращаюсь. Только вот этот аромат. Даже на хлою, которую любила всем сердцем, я забила. Потому что герленг, мужской парфюм, для комодил, моя любовь. Все. Осталось не так много покупок. И все эти покупки у меня были для лица. И для ухода, и для нанесения что-то на лицо, и для укрепления макияжа. Первое, что хотела бы показать. Продукт, который, к сожалению, пока что не пробовала. И пока боюсь, что на себе его не попробую. Работать мы с ним, наверное, не скоро. Это продукт от Max Factor Facefinity All Day Primer. Праймер от Max Factor наслышанно. Говорили, что неплохой. Продукт в деле я попробовала. И хочу сказать, что он мне не очень понравился. Он больно жидкий. Плохо наносится на лицо. И плюс, он даже немного подчеркивает шелушение. Так что он точно не для работы. Поэтому обязательно, кто пользовался, напишите, пожалуйста, внизу. Потому что мне правда интересно. Зря я купила эту вещь или не зря. Следующее, что покажу, и для меня это первый раз, наверное, в моем видео про покупки за все ведение канала. Это тональные крема. У меня есть еще несколько, но сегодня их показывать не буду. Потому что их я, к сожалению, не распробовала и не знаю чужого какого-то мнения. Первый тональный крем, которым я начала пользоваться. Внимание! Никогда не пользовался человек тональными кремами. Это крем L'Oréal Paris. Лишь мат мажит. Магия матовой кожи преображает кожу. Матирующий тональный крем. Безупречный ровный тон. Идеальная гладкость. 12 часов матовости. У меня цвет первый. Услановая кость. Скажу сразу, когда покупала баночку, мне казалось, что продукта очень мало. И сейчас мне кажется точно так же. Мне кажется, что когда я купила ее, там уже не было половины продукта, потому что кто-то его использовал. И просто закрыли эту банку. И вот сейчас, смотря на свет, я понимаю, что, наверное, так и есть. Но по поводу тональника. Мне в инстаграме написали, что я не пожалею, что его купила. И так и оказалось. Когда его наносишь на лицо, он не особо не скрывает, там, знаете, огромных каких-то покраснений, как у меня бывают после очисток каких-то или после скрабирования, потому что у меня чувствительная кожа, и у меня покраснение это частая вещь. Вот, поэтому утром я всегда приезжала в колледж с красным носом, и это было для меня просто традицией. Красный нос и света это всегда, даже летом. Но вот пытаюсь сейчас пользоваться этим, и, в принципе, сдерживает мой жирный блеск. Что хочу сказать, я сейчас перестала пользоваться в клиникахской пудрой своей. Нравится, что просто кожа бархатистая, после него ты трогаешь себя. И это, ну, это не твоя кожа, это вообще что-то другое. Очень нравится в этом плане, нравится нанесение. Ну да, то, что он не очень хорошо скрывает, наверное, все-таки для работы это будет не очень хорошо. Но для себя, мне кажется, вообще самая то очень хорошая вещь. Также хотела бы вам показать два тональника. Один Maybelline New York Affinity Tone, совершенный тон. Тональный крем с витамином Е, идеальное покрытие защиты. Для всех типов кожи у меня темно-бежевый. А для слоновой кости, а для людей для жирной комбинированной кожи, я взяла матирующий тональный крем слоновая кость. То есть у меня два разных оттенка, которые впоследствии буду смешивать вместе. Что хочу сказать, вот этот вот кремушек, он очень жирный. Он как на водной текстуре, я так понимаю, хотя я особо не разбираюсь, но я думаю, да. Поэтому особо сильных матирующих каких-то свойств он не дает. Но мне нравится, как он наносится, в принципе, как держится и как кожа после него не блестит. В общем, прекрасная вещь, но, к сожалению, я его не ношу на себе вообще. То есть там два-три часа дома я могла поэкспериментировать несколько дней, но никуда с ним не выезжала. Этот же тональный крем темного оттенки. У меня мама использует точно такой же, только чуть светлее оттенки. У нее он не 42-й, а что там 30-й какой-то. В общем, чуть-чуть посветлее на один тон. Ей очень нравится. У нее жирная кожа полностью. После него у нее кожа не жирнится. Ничего не забивается. Косметолог говорит, что для нее это лучший тональный крем. Нравится, как держится. Не комкается. Вот именно этот перекрывает все, что нужно и все, что не нужно. Тоже, к сожалению, поэтому приходится корректировать лицо сильнее, чем могла бы она корректировать. Но очень тональный крем, как она говорит, ей нравится. Свои мысли не могу сказать, потому что такой темный оттенок я, конечно, на себе никогда пробовать не буду, потому что не хочется переводить просто по продукт зря. И последняя, нет, не последняя, предпоследняя покупка. Это как раз-таки тот корректор, который мне помогает все мое перекрывать чудо. Это корректор от L'Etoile, нюанс, корректор, камуфляж, перфекшн, мак. В общем, беру кисточку от Libby Browns, этот корректор чуть-чуть наношу и приношу на лицо. Нравится, что сначала, когда выдавливаешь, он с желтой. И когда вы только капельку ставите на лицо, все, у вас желтое пятно. Но когда начинаешь этой кисточкой его вот так вот прибивать, он белеет. И поэтому прыщик скрывается. Желтизна перекрывает, белизна, то есть вам как надо. Если у вас чуть-чуть желтеет тон кожи, вы можете особо сильно его не прибивать, не размазывать, а просто вот побили немножко и пудру прикрыли. Но мне именно белизна нужна, поэтому это просто чудо. Мне очень он понравился. Нравится его вот эта вот удобная упаковка, что можете нанести мало средства и использовать его как вам нужно. Хотела купить до этого консилер, если не ошибаюсь, да, Этив Сент-Лоран, который выкручивается. Но, видимо, не сложилось, не было именно оттенка, который я хотела купить. Самый светлый, чтобы уж наверняка перекрыть там синяки под глазами кому-то, и бруще потом тональной основы сверху, и все покрыть. Но вот, видимо, надо было мне встретить вот этот вот. Встретила, понравился, очень радует эта покупка. И, в принципе, это первый продукт, который я использовала от Ritual. Хотя я сейчас увидела, что это не первый продукт, потому что я также купила у них карандаш для губ, Lingerie 110 Beige. В общем, бежевый карандаш, ничего особенного купила, просто потому что нужно губы будет кому-то корректировать, если наносить оттенок сверху, то вот этот карандаш очень пригодится. Карандаш как карандаш, ничего сверхъестественного. Мне карандаши нужны не для того, чтобы особо как-то держать лучше помаду и так далее, потому что я всегда ее наношу все равно несколько раз в день, поэтому не проверяю особо держание карандашей на губах. Ну, нормальная вещь, я думаю, за такую стоимость карандашики очень даже хорошие. Наносятся приятно, ровно, никуда не уплывают ни в какие складки. И губки, в губки-то они уплывают, конечно. В общем, хороший карандаш, но не знаю, советовать не советую, потому что есть, конечно, карандаши EOMOZAIC, которые мне тоже очень нравятся для губ. И последний продукт, о котором я не буду особо говорить, это вот такой вот тоник для лица Альпика. Мне его привезла косметолог с апельсинкой, чтобы убирать у меня вот здесь вот жирность Т-зоны, потому что здесь у меня кожа жирная, здесь у меня все пересушено жутко. В общем, самое необычное, что может быть, это я. В общем, вот такая вещь, пахнет апельсинкой. И не знаю, в общем-то, тоник как тоник, точнее лосьон, ведь для жирной кожи нужен лосьон, пахнет апельсинкой. Но для меня это то же самое, как гарьер. Я особо ничего не замечаю, потому что прыщиков у меня в Т-зоне вообще не бывает никогда. Черные точки у меня так и остаются, чтобы ты с ними не делал. В общем, вот такая вот последняя была моя покупка. Вы извините, что может быть какое-то видео резкое было, много всего, много чего-то непонятного, какая-то странная девка в вашем экране с ярким буйным макияжем. Но вот я что хотела, то вам рассказала. Надеюсь, было полезно, интересно. Пишите, пользовались ли вы кистями Бобби Браун, Make Up For Ever. Что думаете по поводу использования девушки мужского парфюма? По поводу праймера от Max Factor обязательно пишите, было бы интересно от вас услышать. Ходите ли вы к косметологу? Очень интересно вот это для меня тема, потому что сейчас у меня походят к косметологу раз в полмесяца. Фу, да, раз в полмесяца. Все правильно сказала, уж как думала про две недели. Какие тональные крема используете и какие тональные крема плотные посоветуете. Потому что последний раз, когда я выбирала тональные крема, я ходила по магазину два часа. И, честно говоря, меня это очень сильно утомило. Так что все, пока-пока. Люблю, целую, ваши Света. И помните, что бы вы ни надели, как бы вы ни накрасились, вы всегда идеальны. Все. Вы поняли. Спасибо.